В Москве отпели и предали огню телу писательницы, историка, искусствоведа Нины Молевой. Она скончалась в понедельник, ей было 98 лет. После смерти ее супруга Элия Белютина в 2012 году Нина была владелицей его бесценной коллекции произведений искусства. Хотя, почему бесценной? По разным оценкам, ее стоимость до 2 миллиардов долларов США. В коллекции есть работы Тициана, Эль Грека, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рубенса. Да, кому же теперь достанутся все эти картины? Оказывается, Владимиру Путину, да. Но как президент России оказался в завещании Молевой, знает Михаил Пранович. Чем больше очередь к Монне Лизе, тем меньше людей ощущает смысл искусства. Этой цитатой американского искусствоведа Роберта Хьюстона Нина Молева доходчиво объясняет, почему коллекция ее мужа Элия Белютина, более чем из тысячи предметов, в числе которых около 200 полосен самых известных живописцев всех времен, находится не в Эрмитаже и не в Русском музее, а в ее скромной 12-комнатной квартире на Никитском бульваре в Москве. Вы не поверите, все квартиры вокруг нашей отселены и являются собственностью правительства Москвы. 20 лет. Квартира непосредственно над нашей заварена. Вы вообще одна в доме? Угу. Да. Вам страшно? Нет. В 90-х, сразу после развала Советского Союза, Белютин пригласил французский экспертный дом отель Друо, чтобы оценить коллекцию, которая досталась ему в наследство от деда Ивана Гринева. Они написали целые простыни, описание всего, включая и столы, и стулья, и все абсолютно. И они написали подлинность, подтвердили подлинность каждой вещи, то есть принадлежность именно этому веку, именно этому художнику. И тогда они впервые назвали цифру. Получалось 400 миллионов без Тициана, Эль Грека, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рубенса. А вот вместе с ними Нина Мулева оценивает эту коллекцию в 2 миллиарда долларов. Правда, с этой оценкой согласны не все. Бывшая заведующая отделом живописи Третьяковской галереи Лариса Кощук, например, говорила, что видела среди образцов коллекции подделки. А хранитель коллекции итальянской живописи Пушкинского музея Виктория Маркова вообще уверена, что ни Цезана, ни Рубенса, ни Да Винчи в этой коллекции вообще нет. Галерист Марат Гельман в эти утверждения не верит. Эли Билюти – это была культовая фигура, художник, один из основных художников нонконформизма. Поэтому я вполне доверяю тем той информации, что его коллекция была уникальна. То есть в ней могли действительно быть вещи от Леонардо. Работы из коллекции, к подлинности которых точно нет никаких вопросов – это работы самого Билютина. В середине 20 века он был крайне популярным художником. И в 1962 году даже организовал знаменитую выставку авангардистов в столичном Манеже. Одним из посетителей был Никита Хрущев. Ему работы понравились не очень. Об этом в своих намеднях рассказывал и Леонид Парфенов. Хрущев про произведения сказал говно. Про их авторов – пидорас. Сказал, чтобы всех членов Союза художников исключили из Союза, всех членов партии – из партии. Это был тот же Сталин в понимании людей. Тот же Сталин. Я решила. Я сказала. Ведь это надо было видеть в Манеже. Я там была. Всех на лесу уповал. А какое ты имеешь право? И ты это говоришь нам, фронтовикам? Ты, падла! А вот с нынешней властью у Молевой отношения сложились лучше. К дому Нины Михайловны даже приставили постоянную охрану из Росгвардейцев. Случилось это сразу после того, как искусствовед переписала свое завещание и отдала всю коллекцию на, если не миллиарды, то на сотни миллионов долларов президенту России. Впрочем, галерист Марат Гельман уверен, что это была вынужденная мера. По-другому Молева просто не могла юридически завещать картины России. Дарить ты должен непосредственному субъекту. Государство не является субъектом, да? Ты тогда должен дарить или министерству культуры, или правительству, или президенту, да? То есть ты как бы, собственно говоря, это юридическая норма такая. Вот только юридические нормы Нину Молеву от вопросов о Владимире Путине не спасли. На них ей приходилось отвечать до самой смерти. А может, вы в Путина влюбились? Я говорю, понимаете, для президента это не обязательно, чтобы в него влюблялись. А потом, я говорю, вы же и моего вкуса не знаете. Михаил Пранович, Белсад.